Очень давно, где-то в 90-х годах, я первый раз попала, в общем-то, за границу. И первое мое путешествие, это была Италия. И самое мое сильное впечатление, как ни странно, произвел не Колизей, а по дороге из аэропорта на машине я увидела дерево. Увидела огромное дерево, такое, не знаю, как липа раскидистая. Я там закричала, срочно-срочно остановите, я хочу посмотреть это дерево. В общем-то, мне остановили, и это дерево было гингобелоба. У нас в Сибири этого дерева, естественно, нет, но не растет. Родина гингобелоба – это Китай. И в Китае гингобелоба использовали на протяжении более трех тысяч лет. А в Европу гингобелоба попала только в XIX веке. Естественно, во время вот таких ботанических экспедиций были привезены семена с одного из буддийских монастырей. И вот так вот дерево начало свое победное шествие. Дерево – это старейшее. Оно еще видело динозавров. Его остатки встречаются еще с Мезозойской эрой. Ну и мы, в общем-то, можем видеть представителя дерева, которое знало динозавров. И лист у гингобелоба, он очень примечательный. Во-первых, это веер. И веер имеет такие две лопасти, поэтому он и называется гингодвулопастной. И вот это растение – это единственное растение, которое я, несмотря на широкий ассортимент сибирских трав, обязательно покупаю. Потому что у нас это дерево не растет. Его очень много культивируют в США. И, в общем-то, используют много в экстрактах. И из 50 кг листьев гингобелоба получается 1 кг концентрированного экстракта гинго. Вот этот экстракт – это очень, это просто самая популярная добавка в мире. Это такой природный ноотроп. То есть это тот препарат, который улучшает нашу память, улучшает мозговое кровообращение, предотвращает депрессию, уменьшает вероятность приближения старческой деменции, прекрасно действует при начальных стадиях склерозов, болезни Айцгеймера. И, казалось бы, вот я так вот перечисляю вот эти заболевания, что получается, что гингобелоба – это вот именно такое растение для пожилых. Не совсем так. Гингобелоба – это такое растение, которое нужно всем – и молодым, и пожилым, потому что его спектр воздействия на организм человека несколько шире. Во-первых, гингобелоба прекрасно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Он несколько снижает давление, он несколько расширяет сосуды, и все это мягко, нерезко. Потом сам по себе он нетоксичен. До такой степени нетоксичен, что, в общем-то, гингобелоба можно принимать длительно. Никаких там 10 дней, потом снова перерыв, потом снова 10 дней нет. А гингобелоба можно принимать и 6 месяцев, и 9 месяцев. То есть вот так вот в течение года. Я люблю гингобелоба, в общем-то, смешивать. Просто беру одну часть гинга, беру одну часть нашего Иван-чая ферментированного, и получается прекрасный сосудистый состав. Такой, который простимулирует мою мозговую деятельность, простимулирует трофику нервных систем, простимулирует кровообращение, он разжижает кровь, он, в общем-то, защищает печень, он гепатопротектор. Для молодых особенно он полезен. В какой части? Не многие знают, что, допустим, американские бодибилдеры очень сильно налегают на вот эту добавку. Зачем? Потому что она, гингобелоба, хорошо снимает мышечные спазмы. Она снижает усталость в мышцах, она позволяет именно быстрее восстанавливаться после тяжелых физических нагрузок. И снижает стрессоустойчивость, и еще успокаивает. Поэтому гингобелоба в чай, именно вот как вот россыпью, как листья, он будет несколько слабее, чем добавка именно, когда капсульного вы будете принимать. Но зато его можно принимать как чай достаточно длительно. Особенно сейчас, вот когда идет лето, летняя жара, и наши сосуды не знают, то ли расширится, то ли сократится, то ли еще как-то спазмироваться. Вот метеочувствительность снимается, гингобелоба прекрасно. Поэтому познакомьтесь с этим растением, введите его в выжедневное пользование.